МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итоги всероссийского конкурса «Малые города и исторические поселения». Десногорцы уже видят и могут ощутить и посмотреть, как реально превразились те или иные дворы. Но я скажу, что мне запустим этого мало. Благоустройство в Десногорске в 2021 году. Голосование и итоги. Люди идут потоком стабильным. Голосование пользуется успехом. Десногорцы радеют за свой город. В студии программы «Открытая власть» Олег Соловьев. Здравствуйте. Одна из главных новостей последних дней в рамках города уж точно Десногорск победил в конкурсе «Малые города и исторические поселения». Об этом стало известно на форуме, который прошел в Тюмени 28 февраля. Из 286 заявок прямыми конкурентами Атамграда были 62 населенных пункта. Чем же удалось привлечь внимание жюри и как победа изменит облик Десногорска, расскажем далее. Гостями двухдневного форума «Развитие малых городов и исторических поселений» стали более 600 человек из 68 регионов страны. Главным же событием первого дня мероприятия стало оглашение победителей в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Президент высоко оценил работу и проведение предыдущих двух конкурсов. Буквально недавно он высказывался на эту тему и пожелал всем удачи в дальнейшей реализации тех задач, которые стоят сегодня по формированию комфортной среды в российских городах. Удача сопутствовала и Десногорску. В жесткой конкурентной борьбе Атамград привлек внимание авторитетного жюри – дизайнеров и архитекторов федерального уровня. Благодаря своему проекту благоустройства «Атампарка» Десногорск смог попасть в число победителей. Город Десногорск, Смоленская область. Проект реконструкции «Атампарка» действительно кардинальный. Где-то здесь появятся сцена, кофе-пойнты, многофункциональные павильоны. Все это изменит облик городского сквера до неузнаваемости. Эскизный проект и самоконцепция парка были подготовлены архитектурным бюро из Москвы при финансовой поддержке концерна «Росэнергоатом». При этом максимально были учтены пожелания десногорцев, по крайней мере тех, кто чувствовал себя причастным к общегородским задачам. На всю эту красоту уже гарантированно Десногорск получит 70 миллионов рублей. Обратный отчет до открытия обновленного «Атампарка» уже начался. Мы в ноябре-декабре должны уже провести конкурсные процедуры, а с 2021 года уже приступить к строительству и сдаче объектов. Названия разные, но суть одна. Ремонт «Атампарка» будет проходить бок о бок с программой «Комфортная городская среда». На 2021 год количество заявок на благоустройство дворов выросло значительно. Изменится и качество. Требования к комфортной городской среде, они сейчас будут ужесточаться. Сейчас я понимаю, что, допустим, десногорцы уже видят и могут ощутить и посмотреть, как реально превразились те или иные дворы. Но я скажу, что мне, допустим, этого мало. Например, актуальным остается вопрос сохранности того, что построено. Для этого будет модернизирована система «Безопасный город». Формирование комфортной городской среды многие эксперты называют поворотной точкой в истории развития населенных пунктов страны. И это недалеко от правды, ведь горожанам совершенно бесплатно предлагается провести ремонт своего двора или городской территории. В Десногорске в 2019 году отремонтировано 5 городских участков, а на 2020 год заявок подано уже 8 штук. Есть задел и на 2021 год. Проявить свою гражданскую позицию и высказать свое мнение десногорцы могли 28 февраля. Рейтинговым голосованием горожанам нужно было выбрать, какую часть Десногорска будут ремонтировать в первую очередь в уже не таком далеком 2021 году. К голосованию представлены три зоны. Это зона набережной у тропы здоровья во втором микрорайоне, пешеходная зона вдоль домов 14, 16, 19 второго микрорайона и спортивная площадка у домов 2, 3 третьего микрорайона. Эти территории были выбраны ранее на сайте городской администрации, также голосованием горожан. Этот второй финальный этап требовал уже личного участия. Урны для голосования находились в Центре культуры и молодежной политики и в обеих городских библиотеках. Десногорцы участвуют в голосовании активно, люди идут потоком стабильным, а голосование пользуется успехом, десногорцы радеют за свой город. Проголосовать пришли несколько сотен десногорцев, а победитель стал известен спустя несколько дней. Набережная у тропы здоровья – одно из любимых мест променада для десногорцев. Это полтора километра бетонного покрытия вдоль водохранилища. Она и победила в конкурсе благоустройства на следующий год. Здесь будет сделана реконструкция бетонного основания, укладка брусчатки, устройство освещения, видеонаблюдение, установка скамейк и урн. Работы будут проведены в 2021 году по программе «Комфортная городская среда». О том, какие решения принимаются в кабинетах городской администрации и как они влияют на жизнь в городе, смотрите каждую пятницу в программе «Открытая власть». На сегодня выпуск завершен. Всего доброго и до новой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова